Всем привет! Это новости на Азда ТВ. Россия вербует женщин из Кыргызстана на войну в Украину. Гражданкам центрально-азиатской страны обещают большую зарплату за работу поварами и медсестрами в военных частях, дислоцированных на оккупированных территориях и на линии фронта. Одна из женщин рассказала радио Азда ТЫК, что ей пообещали 200 тысяч рублей в месяц или 1 миллион рублей. «Я сразу отказалась. У России есть свои граждане, чтобы воевать в Украине. Они спросили, а какая тебе разница? Ты приехала сюда работать, тебе нужны деньги. Но я ответила, что мне моя жизнь дороже», — рассказала она. Еще один уроженец Кыргызстана рассказал, что рабочих на улице задерживала полиция в рамках операции «Нелегал». Позже они были помещены в тренировочный лагерь, а уже через месяц отправлены на войну. Всего на войне в Украине с обеих сторон уже погибли сотни уроженцев Старальной Азии. Многие из них были завербованы из российских колоний с помощью угроз и давления. При этом участие в вооруженном конфликте третьих стран незаконное. Эти действия подпадают под статью о наемничестве и грозят тюремным сроком после возвращения на родину. Суды уже выносили такие приговоры в Казахстане и Узбекистане. Тикток после блокировки в Узбекистане встал на налоговый учет. Сингапурское юрлицо соцсети 5 октября зарегистрировалось в качестве плательщика НДС в Узбекистане. Об этом сообщает налоговый комитет республики. Теперь в оплату услуг сервиса будет включен НДС в размере 12%. Тикток заблокировали в Узбекистане в июле 2021 года. Причиной этого якобы стало нарушение закона Узбекистана о персональных данных. Недавно Министерство культуры и молодежи политики Кыргызстана также обратилось с предложением заблокировать Тикток на территории республики. Такое решение в министерстве объясняют увеличением обращений относительно вредного воздействия Тикток на психическое развитие здоровья детей. В Минкульте заявили, что в Тикток нет ограничения доступа к информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей. Россия выдала Таджикистану брата известного оппозиционера. Ахлидин Шарифов приходится близким родственникам Шавкату Мухаммаду, директору работавшего в изгнании ПАЁМ-ТВ. Шарифов был задержан в сентябре 2022 года в Свердловской области, а 1 октября его выдали властям Таджикистана. Как рассказали радио ОЗОДе и его родственники, власти Таджикистана о его экстрадиции и местонахождении не сообщили. Шарифов подозревается в сотрудничестве с запрещенными организациями и их пропаганде через СМИ и интернет. Ему грозит до 8 лет заключения. В Таджикистане брата обвиняют в сотрудничестве с запрещенными в стране движением группа 24 и партии Исламского возрождения Таджикистана, заявил Мухаммад. Ранее на фоне акций протеста, состоявшихся 28-29 сентября в Берлине против ММА Ли Рахмона, в Таджикистане были задержаны и допрошены около 50 родственников, представителей оппозиции, проживающих за рубежом. Власти Кыргызстана сообщили об аресте активов убитого авторитета Камчикальбаева на 1 миллиард долларов. Госкомитеты нацбезопасности продолжают хвастаться успехами в борьбе с преступной группой убитого криминального авторитета Камчикальбаева. В ходе расследования были задержаны более 40 активных членов и лидеров ОПГ, которые якобы причастны к вымогательству и рейдерству, а также в совершении других преступлений. Криминальный статус и преступная деятельность позволила Кальбаеву незаконно обогатиться и стать долларовым миллиардером, а его родственникам и приближенным завладеть дорогостоящими активами, в том числе за рубежом, заявили в ГКНБ. По данным спецслужб, в число незаконных активов убитого авторитета и его приближенных входят более 850 домов и особняков, а также более 60 люксовых машин. Предварительная суммарная стоимость всех активов Кальбаева составляет порядка 1 миллиарда долларов. На них наложен арест. Незаконные активы также могли храниться в России, Грузии, Турции, Эмиратах и Японии, добавили в Госкомитете. В ходе рейдов силовики в Бишкеке задержали бывшего депутата парламента Турсунтая Салимова, которого также обвиняют в создании ОПГ. Камчик Альбаев был застрелен 4 октября силовиками во время спецоперации. После этого глава ГКНБ Камчинбек Ташиев обратился к членам ОПГ и предупредил, что если кто-то будет пытаться поднять голову или будет организовывать какие-то противозаконные действия, то будет жестко наказан. Это все новости на сегодня. Увидимся на просторах интернета. Продолжение следует...